Профессиональные праздники делают люди те, что отдают себя целиком и полностью делу жизни. Те, что каждый день стараются принести пользу обществу и сделать мир чуточку лучше. Хотя порой бывает невероятно трудно. Июнь богат на профессиональные праздники, один из которых День государственного служащего. Поэтому телеканал Ертес запускает специальную рубрику Ертес Кельбете, в рамках которой мы будем рассказывать вам о людях на работе и за ее пределами. Героиня нашего первого повествования, заместителя Акима города Павлодар Светлана Гладышева. Сколько вы спите часов, кстати, в сутки? Нормально. 4-5. 4-5 это нормально? На этот вопрос Светлана Анатольевна отвечает с легким недоумением. Мол, а что, можно спать больше? А зачем, когда за 20 часов в сутки можно сделать столько полезных дел? С 7 утра мы начинаем. Обычно я на утро оставляю прием людей. Если людям нужно со мной поговорить, то я их приглашаю на этот период 7 до 9. И им удобно. И я более спокойно, я не отрываюсь все время на телефон. На телефон пришлось отрываться даже во время записи этого интервью. При том, что нам удалось буквально выловить госслужащую в выходной. Работа на благо народа не заканчивается. Светлана Анатольевна Гладышева начала свою трудовую деятельность в 2002 году. Работала социальным педагогом в школе. Параллельно занималась волонтерской деятельностью. Оттуда и попала на госслужбу. В этой сфере она уже почти 9 лет. Помимо Павлодара работала в Аксу, Экибастузе и Железинском районе. Госслужба любит терпеливых. Эта работа проверяет стойкость. В какой-то мере перевоспитывает и дисциплинирует. Здесь нет права на ошибку. На тебя всегда смотрит народ. В надежде, что именно этот чиновник придет и поможет. Поработаем вместе с вами. Хорошо? Все, спасибо вам. Справиться с таким грузом ответственности под силу далеко не каждому. И иногда приходишь домой и понимаешь, что вот, ай, брошу, все, напишу заявление, уйду работать в школу. Но потом приходит успокоение, ты понимаешь, что это твоя работа. Да, это сложно, что это нужно пережить. Но, может быть, еще в силу того, что у меня все-таки базовое психологическое образование, я знаю какие-то механизмы защиты, я знаю, как с этим бороться. Эти механизмы пришлось использовать по максимуму во время пандемии. Светлана Анатольевна наряду с врачами и полицией была на передовой. Выезжала на рейды, участвовала в доставке продуктов, разговаривала с жителями. А иногда просто слушала и слышала. В экстренных ситуациях порой это самая главная помощь. Я хорошо помню в одной из ночей, когда я вот уже совсем устала, и в пять минут третьего звонит девушка и говорит, мне не пришли 42 500 во второй раз. Я говорю, подождите, вы время видели? Она говорит, а что вы спите? Возможно, в этот момент ей нужно было просто о чем-то с кем-то поговорить, и она нашла хороший повод. Тем не менее, когда у тебя 20-часовой день и отличные навыки тайм-менеджмента, и на себя время остается. Любимый способ времяпрепровождения Светланы Гладышевой – общение с племянницей. Бегаем, прыгаем, изображаем лошадку, играем в скакалку. Я еще вышиваю крестиком, если это зима, катаюсь на коньках. После общения со Светланой Анатольевной сетовать на отсутствие свободного времени как-то даже неудобно. А секрет такого настроя? Неважно, это государственная служба, это работа в нацкомпаниях, это работа на стройке, это работа в школе. Очень важно, чтобы человек понимал, что он делает свою работу с любовью. А всем известно, что тот, кто любит свою работу, не работает ни дня. Ергали Рамазанулы, Незбек Смогулов, Досымбек Токай, Юрий Белевский, Ертас Акпарат.